Ставим обтекатель для... Последняя подготовка перед пробным пуском двигателя. Этот беспилотник Иван и Семен в Пермском кванториуме собирали весь учебный год. Размах крыла 3 метра, ориентировочная полезная нагрузка 5 килограммов. Это только первый опытный образец. Это у нас первая версия. Мы ее будем, конечно, дорабатывать, обматывать в карбон, в стекловолоткно и ставить назад еще ДВС. И то есть с помощью ДВС мы можем улететь, может быть, на 100 километров и больше дальше. А у Андрея другая задумка. Автоматическая, вечная и почти бесплатная кормушка для рыб. В емкости размножаются рачки, которые становятся потом едой. Подача пищи идет автоматически. Вся настройка тремя кнопками. А материалы самые обычные. Пока что сделано в картоне из бутылки, светодиодов, насоса, моторчика и микросхемы. В ярмарке проектов кванториума принимают участие 36 изобретений из Перми и еще 8 территорий Прикамья. Каждый участник должен защитить свою идею перед жюри и доказать, что она работает. География конкурса «Весь Пермский край». Это чувствуется даже в названиях и изобретениях. Вот, к примеру, игра «Юсь во Сити». Все на основе монополии. Принцип тот же. Кидаем кубик, делаем ход и покупаем детский сад. Для ребят, кто регулярно посещает кванториум, придумали даже свой термин – кванторианцы. Таких в Пермском крае уже больше 10 тысяч. Чтобы присоединиться к ним, необязательно ездить в Перм. По краю, благодаря НАЦ проекту образования, колесит два полностью оборудованных мобильных комплекса. Вот план ближайших посещений. Дополнительное образование идет напрямую к детям. И мы считаем, что независимо от места жительства, любой ребенок, любой школьник должен иметь возможность развить свои творческие способности и таланты. В итоге краевые власти реализуют сейчас полноценный план развития технического дополнительного образования. Средним образованием нам не обойтись. Нам надо уделять особое внимание дополнительному образованию. Продолжаем создавать точки роста технопарки, кванториум, часовом. В этом году в планах Березники, ну и так далее. Андрей Кузякин со своей вечной кормушкой вошел в число призеров ярмарки. Теперь есть мысль коммерческого применения изобретения. Надо только подумать над новым корпусом агрегата. Сергей Овчинников, Евгений Каратаев. Вести. Пермь.